Это мы сейчас вечером в маленьком итальянском городке, недалеко от Флоренции. Решили здесь заночевать, остановились на машине. Там в колокола бьют. А народу столько много, потому что у них сегодня какое-то в этом городке собрание. А они сейчас все идут с площади. Все знакомые друг с другом. Ребята, кто помоложе здесь сидит, что-то ест. Пиво пьет, курит. Основная масса уже сгинула, прошла. Но еще многие идут. В этом городке центральная площадь поделена на части. И каждая семья, каждая улица своя, когда у них собрание такое вообще городское, они стоят на своем месте. Сейчас они идут все по домам из центра. Городок этот называется Сиена. А вот это центральная площадь Сиены. Уже вечер, в 6 часов вечера, все по домам начинают расходиться. А вот башня. Она высотой 88 метров. И построена в 14 веке. 700 лет назад, считайте. Кто-то богаче за столиками сидит. Молодежь там. Такое вот времяпровождение. Городок называется Сиена. Вот сейчас можно видеть полседьмого вечера. Туристов тут очень и очень мало. В основном местные жители. Стоят знакомые. Там пожарные стоят. Ребята сидят на балконах. Вся площадь по кругу застроена. Вот уже закат, солнце. Кругом кафушки маленькие. В кафушках тоже народу дополна. Столиков свободных нет. И несколько улиц, ну 4 примерно улицы, по которым народ стекается и вытекается. Городочек этот интересен тем, что в нем место не туристическое. В нем средневековая застройка практически вся сохранилась. Очень мало новых зданий в центре. Все вот такое. Тут верхняя часть площади некий бассейнчик. Там монетки лежат. Ну и какие-то, видимо, святые сидят. А туда нижняя часть. И вот серым видно на красном фоне сектора, на который делится на 9 районов город. Где-то вот там вот, видимо, собираются всякие власть имущие, скажем так. А вот там, в стене, видно кольца, которым приковывали тех, кто, скажем так, плохо себя вел в текущий период. Видно, что это мы не знаем, но шлепели. Спасибо. Поехали! Музыка Такое вот мероприятие, общественное. Это все тот же городок Сиена. Рядом с каким городом? Флоренцией. Рядом с Флоренцией. А то могу запутаться, не того наговорить. Вот Сиена. Около 7 часов вечера. Такой вот замок. Здесь город на холмах, естественно. Ходить довольно таки трудно. Ну, ходят все. Тут же белье сохнет. На историческом здании. Тут же туристы. И местная молодежь. Ну, вот что я хочу сказать. Сейчас уже без 15,9. Мы долго бродили по улочкам этого городка. Ужинали в ресторанчике. Я съел стейк. Такой медиум ре. С кровью. Неплохой. А площадь все еще продолжает жить своей жизнью. За столиками массу народу. Все ресторанчики работают. На улице не очень тепло, я бы сказал. Но градусов, наверное, 20-21, так примерно. Но все еще, сегодня вечер, воскресенье. Все еще полным, полно, полно народу. Хороший городок, одним словом. Правда? А в Новосибирске сейчас уже... Ну, или в Таиланде, в Паттайе. Сейчас уже без 15,2 ночи. Вот так. Все уже спят, а мы еще бродим. Пока. Продолжаю повествование о городе Сиенна. Сиенна Романа. Вот стоит тут в ратуши. Вот такой зал. Тут никого, народу нет. Вот сидит какой-то товарищ там. Несчастный, глубоко. Все это открыто. Вот эта башня пресловутая, 88-метровая. А тут такой дворик, портальчик. Все открыто. Заходи, пожалуйста, смотри. Вот мы и ходим. Созерцаем, скажем так. Это, правда, не Карл Маркс. Издалека могли подумать, что это памятник Карлу Марксу. А нет. Сейчас подойдем поближе. Давайте вместе посмотрим, что же там такое-то. Ну, хорошее место. Очень хороший город. Ты смотри, какое зрелище. Как вам это нравится? Такой вот памятник. Там что-то вверху написано. Но, к сожалению, вне пределах моего понимания. Мне нравится. И все-таки мы еще зашли в кафе. Такое вот. Если посмотреть, то тут даже пластиковые стены краской крашены. Самое такое обычное кафе. Полное местных людей. Скажем так, аборигенов. И еще заказали пиццу маргаритом. Попробуем сейчас. Принесим. Мы сидим в кафе, ждем пиццу. А тут по телевизору в новостях показывают эту площадь, где мы вам снимали сегодня кино. Мы туда не успели. Днем там было вот столько. Ну, вот как в нем? В 4 часа. Там было вот столько народу. Битко. Стыду своему не заснял пиццу, когда ее принесли Маргариту. Ей очень хотелось. Она была такая волшебная. Смотрите, какая она мягкая. Видно, да? Она мягкая-мягкая. Прямо отгнется вся. Все эти корочки совсем не сухие. Они все мягенькие. Вот, смотрите. Очень вкусные. Такой в России не бывает. Принесли ее совсем не разрезанным. И как у нас на 6 частей? Волшебный вкус. Все у меня.